Веснянка В программе конкурса заявлены еще две номинации – художественный гобелен и пестрая поляна, в которых мастера от 10 до 18 лет представили свои работы. Этот конкурс проводится не впервые и все участники в ходе подготовки учитывают главное требование – изделие должно быть выполнено с использованием традиционных русских народных приемов. В этом году участвует довольно большое количество учреждений и действительно мы видим, уже даже вот потому, что сейчас представлено, видим, что есть интерес у детей к народному творчеству и мы всячески, в том числе как и педагоги, как методисты, стараемся поддерживать интерес детей к этим исконным народным традициям. А пока члены жюри внимательно изучают каждую из работ, оценивая уровень исполнения, оригинальность творческого решения, всех участников пригласили на мастер-класс по изготовлению знаменитой вебской куклы. Конкурсанты в ожидании результатов с удовольствием постигали это мастерство. Членам жюри пришлось нелегко, ведь все работы были достойны самой высокой оценки. Кстати, после подведения итогов герой нашего сюжета Максим занял первое место в своей номинации в младшей возрастной группе. Награждение победителей состоится в апреле следующего года на гала-концерте фестиваля «Ступени». Жанна Набок, Елена Морозова, Денис Харламов. Телекомпания «Одинцова».